приветствую вас на канале фан-клуб total war продолжаем играть за империю вархаммер 3 carl france 18 серия несчастливая 18 серия признаюсь вам уже третий раз пытаюсь записать что не знаю получится ли нет первый раз у меня почему-то запись приостановилась я думал что она за одну запись идет она не осуществляется хотя индикация была то что идет я еще раз начал с того момента вот этого битвы со с кавинами клана ска ска с края как они там вот опять короче случился технический баг пропал звук ну вот пытаясь третий раз это сделать но это уже будет битва в повторе я включаю реплей битвы напомню значит не недалеко от поселения происходит сражение против армии скавинов под предводительством вот этого мага тифа крыса серый провидец чума достаточно сильные стык и вообще авторасчет не прогнозировал тяжелую победу 0 меня должны были вынести я уж не знаю забегая вперед скажу что бой был достаточно простой для меня практически без потерь с учетом того что здесь еще маг жизни у меня вот который и его во время битвы пополняет потери до восстанавливая здоровье и после битвы еще накидывает так вот наверное автор расчет игры строился то что вы здесь 7 аж расчетов вот этих пушек варп молний плюс сам по себе стык крепкие штурма крысы и всякие стрелки еще до ну и подкрепление должен был прийти гарнизон он кстати немножко коцаны и пол стека еще другого орда у нее есть там еще герой стрелки с тоже штурма крысы но все равно как бы это же основная армия карла франца короче какая-то тактика тактика была максимально быстро сблизиться и заставить молчать артиллерию противника то есть у меня все войска которые имеют возможность размещаться за областью расстановки войск они на передней линии это соответственно рейс гвардии цитлера и четыре отряда охотников также будет кавалерия стремится по флангам приблизиться к линии противника с этой стороны тоже два отряда кавалерии герой мои на летунах также заниматься к вражеской линии артиллерии ну и вся пехота соответственно тоже бежит на боевой контакт сближением и мак соответственно будет тоже тут помогать первый залп пришелся по карл францу достаточно ощутимый рейс гвардии уже первые авангард врезается в лево правый фланг скайвинов капитан садится уже карл франц сейчас вокруг карл франца очень много будет сконцентрировано крыс и маг включить свое убийственное заклинание еще чарж от рейс гвардии ну вот понеслась очень быстро я сметаю их правый фланг занимаюсь центром все очень быстро происходит подходит уже пехоту все стремительно развивается еще подкрепление не подошло основная армия смята рабужцы уже входят боевое соприкосновение летит летят головы крыс полностью подавлена артиллерия ну и вот подкрепление появляется достаточно многочисленный но уже по силе уступающие первой армии уже под подлечиваю некоторые отряды кавалерия преследует вступающих ну тут в общем все достаточно просто общая картина происходящую я уже понемножку перестраиваюсь на центр стягиваю пехоту мортиры работают закидают всякую гадость ну я соответственно сейчас буду пытаться сделать тот же самый фокус только кавалерии буду ее заводить на фланге а потом бросать в тыл на стрелков карл добивает кифа крыса он его забьет отравлены из гвардец но тем не менее они достигают стрелков с каменов так вот выглядит поле битвы сместился она в левую сторону очень красиво все это конечно смотрится вархаммер бесподобен конечно мак продолжает поддерживать армию такое безумие происходит из недр земли корни деревьев поражают скаминов в общем победа достаточно простая пар и практически бескровная ибо многие потери были восстановлены после битвы с помощью обряда зиммера и с помощью мага жизни полный разгром скаминов ну а теперь давайте вернемся на карту компании надеюсь в этот раз технически все хорошо запись идет звук идет бой был в предместе висенбурга вот остатки скаминов отступили к сожалению до них не дотянуться нас удерживает непосредственно висенбург и остатки гарнизона ну что можно сказать значит за этот бой видите потери ноль вообще только вот чуть-чуть хп у императора убавлено получили мы тут хороший артефакт талисман сохранения спас бросок 16 я вот думаю его дать компетану берти уберем мы здесь доспехи судьбы нет доспехи судьбы то мы как раз оставим здесь можно убрать белый плащ у люрика и дать ему талисман сохранения думаю так будет лучше у него брони так достаточно да вот вот белый плащ можно передать кому нибудь еще кстати это не не единственный талисман сохранения есть тоже так может быть здесь это и кому нибудь и дать 20 про 20 доспех сать хороший тоже артефакт вот шлем раздора и обсидианную амулет сопротивление за клиент это вообще вещь ненужная на самом деле давайте дадим бену фон рейсу нефритовому магу магу жизни вот доспех у него теперь достаточно серьезно 92 да ну и раздаем очки очки навыков здесь в принципе у карла красная ветка хорошо развита все нужные войска пропаны но также и личная ветка давайте усилим непосредственно карла вот тут можно поднять ему до 24 атаку здесь и будем идти так вот берти капитан закроем весенний ран сил оружие до 20 процентов альдебранд инженер одну очку масть мастерство защиты давай магу кстати у мага тут я смотрю в заклинаниях пробуждение леса не до конца прокачано закроем это дело ну и видимо теодор получил по распределению очки тут я думаю надо закрывать его основную ветку альфа гриф я не знаю тут как бы когда эти будут рыцари надими грифов но тут открытие главное чемпион нульно тут длайн правосудия несокрушимости палач то есть если на расстоянии 30 метров будет находиться там вражеский герой да вражеский лорд или герой у него здоровье меньше 20 процентов он моментально так понимаю будет уничтожен плюс бесконечный запас сил это отличная вещь короче будем сюда идти висенбург надо забирать разумеется ну хочется конечно автор расчетом это все зафигачить но я почти все битвы провожу вручную поскольку есть элемент некоторой неожиданности в сражениях вручную не исключением станет этот битву встретимся на поле битвы так но здесь примерно то же самое будет стремительно атака поехали а и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Давайте начнем с самого ненужного, чародейские предметы, клинки фехтовальщиков, ерунда на самом деле, так, талисманы, обсидиан притяжения, это от магии защита, и обсидиановый амулет. Вот это классная вещь, уже 15 дает, эти по 10, эти 15, давайте вот эти два соединим, топор палача, ничего хорошего, ничего дельного, короче, нам не дали, зачарованную щит дадим, кстати, этому же магу, обсидиановый амулет дадим к нуду, Так, запретный жезл, сопротивление заклинаниям, улучшение ветров, при этом нанесение урона себе идет, а тут еще свиток вампиризма. Ну блин, мне не нравится эта штука Замедляет перезарядку сил, ну, для вражеского мага 40 процентов, дальность 100 метров Типа знает Так, ладно Вернемся К шмону Топор палача Клинок товарищиков Вот в этой армии к нуду можно кому-то что-то дать Медный топор Ну давай, поменяем на топор палача Доступны раскалывающие атаки Угу, сил оружия плюс 20, ну неплохо, неплохо Тут же еще есть охотник на ведьм Давай ему клинки дадим Ну и все В общем-то Так Да, все раздал В общем, здесь кого-то из агентов надо выкидывать и производить разведку Здесь начинаем кампанию против Сильвании В общем, в Сильвании против вампиров Выдвигаемся Вальденгов Вальденгов Большой гарнизон Да, будем вручную все это делать, сохраняем Встретимся на карте сражения Прекрасный город вампиров Если так можно выразиться Посмотрите, какая шикарная локация Очень красиво Вот так вот Да, Вархаммер, конечно, это прям максимальная высота Взятая из серии по картам тактических сражений Ну тут прям и все И небо красивое, и ландшафт, и постройки сделаны Прямо великолепно Истинное наслаждение все это наблюдать Так, ладно Так, ладно Запись идет Идет Уже 24 минуты Играли От серии Ну что я могу сказать Здесь Будем идти потихонечку Пока я на паузе это все расставлю Так, давайте начинать Расставился я Ну, башню построили Уже Надо ее быстренько уничтожить Уничтожить Теперь эту Звучит Звучит Става Так, очередная башня разрушена. Не надо пока. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Попробуем на башню использовать наше дыхание. Не, нельзя. Ладно. Ой, как не точно бьет. Пыри. Так, ну чё там осталось-то у них. Чё-то осталось. В том числе и здесь. Так, ну чё. Так, ну чё. Так. 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 Триста пятьдесят уже набило фрагов. Ну всё, давайте победу. Ну чё. Ну чё. Ну чё. Лишним не будет. Лишним не будет. Чё. 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 там ещё. Чё. 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 Класс. Чё. 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 Чё, чё. будем его боевые навыки открывать качать что можно было его и в битвах использовать ну тут все насчет к нуду выдвигать на тот же ford оберштир кажется опасно здесь влад сидит нахер то надо постепенно будем двигаться я не знаю на следующий ход теперь гов возьмем или эшн сперва посмотрим возможно эту задачу можно переадресовать к нуду логистика конечно неудобная логистика далеко нам очень придется отступать замок тепельгов кстати вообще говно легко возьмем можно было здесь засаду прыгнуть но я вижу что здесь агенты блуждают так а что здесь можно нанять нас престижи очень много переформатировать армию пять отрядов я могу нанять используя комбинации призыв к оружию это удешевить плюс местный резерв найма плюс 2 нам нужны общего местным тут нечего брать так мы пять отрядов до пять отрядов я буду эти все войска бы убрал бы так теперь сделаем обряд призыв к оружию так берем алебарды по максимуму вот это пограничники конечно но он пускай будут есть так будут так вербовка отлично прекрасно и можно взять серебряные пули потому что у них магическая атака есть уже хороший отряд правда расходы наши увеличенную на этот стек я могу опираться все равно ford ford оберштир я брать не могу потому что сразу же 2 армия возьмет тиски не не сильный но власть 7 и посмотрим что здесь у нас кнут брюкер что у тебя есть из шмона другое сколок твикстера давай мы тебе дадим его дадим капитану юргену волку да если он будет сражаться с тем же владом да это будет полезно включить сопротивление заклинаниям а какие заклинания можем усилить там атака огневая или еще что-то ну короче пускай будет все шмона больше нет достойного спутники тоже все ерунда кто-то мне писал что стакается короче показатель лорда на передвижение его героев сомнительно сомнительно потому что вот здесь эффекты битвы эффекты компании да где у нас да есть перемещение 24 процента ну вот допустим карл вайсмут получит у нас где там был что-то было на передвижение же видел а писец а он ему недоступен почему писец доступен могу ну хорошо 24 было да даём вот могу смотрим работает нет да есть перемещение 24 хера не работает так что то есть по моему это все ерунда что стакается с перемещением героев будете только заблуждение мы это дадим писца они писец не доступен для феликса ладно так это кто у нас а это имперский полководец я совсем про него забыл это вид онлайнде сидит у нас имперский полководец вот отвечает за этот участок тут пока мир круче вот эти все войска я распущу нагрузку снимем вот эти 10 неплохо у него уже 10 доспеха что ли ему дать для из предметов ничего не дать медный топор можно дать из спутников ну давай на контроль да собственно наверное все ну давай дальность турнирный боец спускай все и еще у нас армия сидит вот здесь маринбург на маринбург я держу как гарнизон усиленные вот эти расширение идет мартира жалко просто распускать золотые лычки патруль с реки штир да тоже жалко распускать пускай будут а здесь я подсократил так ну получается все единственное что армию кнуду можно было бы как-то вот вывернуть в эту сторону чтобы здесь она действовала как-то с другой стороны она контролирует стирланд может на быстром марше вернуться в юрбот нет нет оставим ее здесь так движение у кого осталось еще это понятно это понятно здесь мы подсветили влада здесь мы все ждем так тогда посмотрим по поселению что-нибудь простенькое и на деньги альхард расширится здесь в сторожку поставим на агенхофф в принципе можно чуть посадить замирились мы с восторженными легионами но тут крысы могут прийти с другой стороны он очень дешевенькой поставлю на рост так давайте посмотрим вместе переход хода что там будет то наверняка вампир придет просить мир остальные миры просить точно не будут культ удовольствия сильная фракция темные эльфы вот на ней постоянно задержка перехода хода 22 фракция а дальше бодренько так крысы крысы ничего кровавые руки ломают и пары ну вот пришел вот деньги давать отказываем ну на какой-то акт насилия он после этого отказа произойдет нет а а а нидлинг решил взять что массы свирепствует ну что ж замок темпельюгов они оголили получается в аверхаймер еще сидят гномы клана ангрудс так сколько серии идет 46 минут нормально еще время есть так мы все начинаем изучать а то блин ломаные топоры уже здесь офигеть высших эльфов притесняют орки обалдеть так на ломаные топоры мы смотрели по силе по силе фракции уровень силы вот они сильные до 3 мы идем седьмыми культ удовольствия 1 вот так вот каракадрин восьмой силе значит и соблазнители исланыша тоже здесь на алтуане разместились блин походе у лев большие проблемы учитывая что на первом месте уровне силы культ удовольствия так они наверное еще темные эльфы осуществили на алтуан вторжение обычно отсюда не просто силы и порядка видимо нам не не в помощь совершенно все испытывают большие проблемы так ну тут большая угроза это армия не отбиться ни за что нужно сделать отсюда отступление отступим в юртбад за стенами как-то поспокойнее будет можно идти потихонечку тем более шин имеет тоже большой гарнизон а потом замок темпелегов взять если вдруг если суда отступит еще армия вообще замечательно будет точно такая же битва как и с предыдущим поселением я наверное это возьму за рамки съемок но пройду вручную неплохо этот разлегся ну и штурм весь захват был в основном героями начальной стадии там артиллерии пострелял стрелки но сам герой так ну давайте смотреть что там значит оккупаться стонущий клинок магической атаках так пригодится спутник коммердиюниров коммердиниров 8 процентов магический предмет понятно разрушить и разграбить поселение эшин боли на я забыл про это короче задание сейчас бы получил бы 4 2 2 2 2 400 забыл ну ладно разрушать или разграблять тоже о 20 уровень и продавать легендарный герой до на самом деле он и так бессмертный 20 ничего не даст наконец чемпион 0 на моему делу напомню здесь есть возможность палач и несокрушимость так палач это когда 30 метра будет находиться вражеский герой или агент который не герой или лорд который которого осталось здоровье не больше 20 процентов с моментальной смерти так понимаю отряд в котором есть палач будет казнить отряду который отряды у которого останется меньше десяти процентов отряда наверное это неправильное описание доступно если присутствует лорд или герой противника в зоне действия да все таки это персонаж главное бесконечный запас сил так элспид стремительный удар закрываем ну в общем то все самом решение есть уже старушка насчет разрушаем усадьбу чтобы построить здесь винный рынок здесь есть вино так ну и тут смотрите можно идти на драгингов либо темпельгов варианты как говорится пожалуй я перемещу сюда героя чтобы скрытность его сохранялась если она есть так мы здесь думаю альдебрандом попросим подсветить блин он не может разведку производить ну да и ладно короче не может и не может у нас сейчас появится готрик на следующий ход карлос прячем вот пожалуйста сто процентов ну конечно агенты могут его раскрыть ну в любом случае посмотрим что это даст так здесь я походил да и походил у нас альхард расширился но у меня нет денег на сторожку давня полторы тысячи снимется полторы посмотрим дипломатию вряд ли здесь что-то появится о кстати с арбилона может деньги взять за договор не нападение серых она одно поселение осталось да и лом то пары так или иначе мне объявят войну да давай возьмем так торговли нет право прохода сильвания мир 20 интересно сколько это денег 7000 394 да мы так все возьмем 77 ход так здесь старушечку ставим ну и пожалуй мотаем давайте смотреть что будет делать вампир он скорее всего он атакует нидлинг это уж точно ладно сдаю на нидлинг напал один стек сильвания слушайте попробую я пободаться с ним что-то мне кажется тут можно что-то придумать ну я всю битву показывать не буду конечно они там будут долго друг друг ковырять посмотрим короче что из этого выйдет так ну я тут включил когда уже атака пошла видите как у меня хорош хорошая позиция тут скалой прикрыт в общем-то единственный отряд которым я смущал вот он пришел так так все замечательно распад пошел у них ну теперь держать оборону так опишечки отличный отряд против вот таких чудовищ типа варгейства зараза в лес заходит чем не понравилось насчет возможно здесь повоевать а то что ну два отряда арбалетчиков все не один и ландшафт конечно такое место удобное для обороны скала закрывает нам ты вы фланги все ларги с вами покончено все ларги с вами покончено вот духи конечно опасный ювец они вообще не страдают сейчас лордом их служим полегче будет наверное не тесно стране астральные войска будут без лорда существовать да и пофера так надо попробовать как-нибудь стрелков постараться повыше поднять стрельба только по приказу и попробовать под ухом отлично это возымело эффект если мы их сложим я смогу арбалетчиков вывести в тыл пострелять в спину уже бесчисленным скелетами за баком а так опасно будет а 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 линь어� здесь а вытащил этот бой нет лито хира конечную стрелы заканчиваются Так, давай попробуем просочиться. Очень устален. И болтов-то осталось совсем чуть-чуть. А, все, на них еще влияет то, что у них в тылу противник. Видите, они все замигали, надо маневрировать. Сейчас распад дождемся. Пошел распад. Вроде пошел. Блин, у меня там замигали. Неподходящий момент. Вроде перелом пошел. Еще распадаться будем. Так, пошел распад. Так, атакую их. Побежал. Медленный распад идет. Недостаточный. Блин, до сих пор не понятно, чем все закончится. Долго не распадается. Просто звездец, как долго. Давно бы уже перекинуть бы на этот фланг. Еще есть, что пострелять-то. Давай в атаку. Давай сложим туда эту часть. У меня, кстати, капитан помер. Тени отбрасывают. Они отбрасывают все нормально. Блин, ну что, штук толку-то, а? Отлично. Готовим атаку решающую. Блин, у меня там все замигали. Нет времени для подготовки атаки. Блин, мы должны затащить. Так. Капитан живу еще. Блин. Блин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не, ну стэк говно, я не спорю, но это фулл стэк, плюс два элитных отряда, лорд. Вот что значит два арбалетчика, а не один, да? Деньги возьмем. Скорее всего, если Влад рядом, он сейчас разнесет нас. Нет, Влада рядом не оказалась. Противник Вильмер фон Драк погиб. Создатели получил Матер фон Хаммер. Много строил. Гутрик. Устанавливается эти засады не слетело. А, штатное оружие мы свернули. Так, из гробницы. Убить лорда Влада фон Карштейна. Тысяча и меч раздора. А вот и Влад. Нет, это не Влад. Павлос фон Карштейн. Так, сейчас мы Гутриком разведаем, что здесь. В Фальдорфе. Построили крысы что-нибудь? Ну, стероид только. Ну, ладно. На этом все. Надеюсь, видео получилось. В этот раз звук лег. Я, честно говоря, немножко эмоционально уже выхлащен. После такого битвы, кстати, в замок Темпельгорска. Влад перешел. Вот и попался, сукин сын. Вот и попался. Но это будет интересный бой. Это будет интересный бой. Предварительно я такую гарнизон, если получится. Ну, и дальше уже Элспид все сделает технично. Ну, а за этим все. Как обычно вам желаю. Приятного вечера. Играйте. Любимые таталвары. Скоро услышимся. Пока-пока.